К ремонту подъездов дома 31 на строительной улице подрядчик приступил еще в апреле. Последний раз работы проводили здесь в 2017-м, но тогда жители остались недовольны их качеством. Возникли вопросы к предложенному варианту отделки и на этот раз. Подъезд был ужасный, и сказали, что будут делать такие маленькие кирпичики декоративные, и покрасят, и все. Но мы, конечно, забастовали, потому что у нас есть планка 29-го дома, поставлена была очень высоко. А почему мы не такие, что ли? В результате весной на совместной встрече с депутатом Московской областной думы Владимиром Жуком, представителями администрации, управляющей компанией и подрядчика было решено в рамках софинансирования ремонта выложить плиткой в подъездной группе хотя бы фартук. Но то, что получилось сделать в итоге, превзошло все ожидания. Были проведены работы по входной группе, замена стеклопакетов, замена входной двери, замена тамбурной двери, укладка плитки на первом этаже, практически везде уложили, замена радиатора, установка откидного пандуса и хромированного поручня. На этажах также отремонтировали мусоропровод, покрасили стены и потолки. Оценить проведенные работы и поговорить с жителями приехали глава муниципалитета Алексей Спаский и депутат Московской областной думы Владимир Жук. Владимир Петрович, от всех жителей низкий поклон вам, спасибо вам большое, что вы приняли такое активное участие с поддержкой главы и муниципалов, и Дениса, все нам сделали. Спасибо вам большое. Затем Алексей Спаский и Владимир Жук отправились еще по одному адресу, где также проводится ремонт по губернаторской программе «Мой подъезд». На проспекте Ленинского комсомола 48 были заменены напольное покрытие, двери, радиаторы и освещение, покрашены стены и потолки, а также произведен ремонт мусоропровода и кровельного покрытия подъезда козырьков. Мы специализировали каждый шахт, чтобы все было, как обещали, так и все сделали. Мы довольны. Сговаривали и с одной старшей по дому, и со второй. Исключительно благодарные слова управляющей компанией. У нас таких подъездов под два десятка – это та, что нашло в первоначальную программу. По факту мы всегда делаем значительно больше. Не первый год это происходит, но вот то, что увидели сегодня, на мой взгляд, это выход на новый, принципиально новый, но и качественный уровень. В таком ключе и надо работать. То есть сначала встретились с жителями, узнали, что они хотят. Ну, понятно, что хотят много, договорились на том, что мы реально можем сделать. А потом еще сверх того сделать, и тогда будет все хорошо. Жители обоих домов теперь обеспокоены тем, как сохранить красивый свежий ремонт от вандалов. Необходимо поменять систему домофонирования, потому что для того, чтобы сохранить такой дорогостоящий ремонт, домофоны, подразумевающие универсальный доступ в подъезд, ну, невозможно будет это сделать. То есть, как бы ремонт все равно в течение 3-4 лет придет в упадок. Собственники квартир также попросили установить дополнительные камеры видеонаблюдения всего же за 2022 год. По губернаторской программе отремонтировано 18 подъездов, из которых 6 по софинансированию. Параллельно проводится ремонт еще в 26 силами УК ЖКХ. Работы планируется завершить до 1 сентября. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.